всем приветики 29 июня уже прошло 1 3 лета можно так сказать я только недавно встала и вчера с вечера засыпала цукатики вот этот стык вы цукаты посмотрите какая ты качка интересно она была круглая и практически внутри без семян видите вот этот половинка половинка половинки половинка кружочка сейчас я это судила закипячем а вечером солью сиропчик разложу и все это просохнет очень вкусные цукатики я люблю их потом запеканочка это поеду сегодня к родителям затем вчера делала плов вот сейчас надо переложить в кастрюлю вчера делала вечером еще он был горячий свинкам греется завтрак и вчера купила себе вкусняшки вечером попробовала одну абрикоску пару вишенок вернее это черешенки пару черешенок черешни вкусные кстати каждый год черешни покупают идет перевозные они всегда практически вкусные абрикосы так себе но есть можно за неимением лучшего это тоже пойдет но черешни хорошие так что возьму это все на работу на перекус а на обед у меня супчик собираю сумку чтобы после работы не заезжать домой сразу поехать к родителям вчера делала заливное с рыбки рыбку ловил коля заливное застыло замечтательно вот беру машинку чтобы папу подстричь так ну и второе тоже чему будет одинаково все застыло вот это овощной рагу такую красивая но сумку машине оставлять нельзя сегодня обещает до 20 градусов с утра уже плюс 13 поэтому все растает надо будет занести на работу оставить холодильнике привет товарищ ученик хоть тебя нормально учат еду и думаю что за жизнь пошла автомеханики не могут сделать машину врачи не могут лечить людей толком большинстве своем учителя не могут нормально выучить учеников то что ж такое происходит жизни неужели нельзя все делать по уму и от чистого сердца если ты отучился и чувствуешь что это не твое призвание найти себе другую работу а не так просто прийти на работу отсидеть отстоять смену и домой а что ты там наделал натворил непонятно он а возвращаясь к своей машине сколько год не могут эту причину дурацкую устранить этих вчера менял датчик холостого хода я уже вчера обрадовалась думала будет все нормально ничего подобного все так же продолжается прямо но не то чтобы злость берет и не зло мне мне обидно вот слышно нет не все затихло еще хочу испробовать сейчас начнут рычать зараза такая хочу испробовать у меня стоит же газовое оборудование но я на газовом оборудовании давно не езжу живот наверно там что-то по моему с форсунками короче надо ехать тоже в ремонт но какая разница езжу на бензине но газ у меня есть хриплю немножко газ у меня есть и когда такое дело начнется но на холостом ходу конечно и не на светофоре допустим во дворе или возле работы я переключу машину на газ и посмотрю может быть этот звук исчезнет значит это будет связано с подачей топлива то есть если когда подается как горючая бензин машина дребезжит дрожит и обороты не сбрасывает а когда на газу если будет тихо работать тот же самый момент поехали уже сейчас можно будет подъезжать и если на газу она будет тихо работать значит что-то связано с подачей бензина я уже сама логически пытаюсь вычислить эту проблему если никто не может мне помочь сейчас я дико обрадую вчера он не все поменял все нормально заработала тихонько но эти клада проезжу этих наш водитель и ладно проезжу и потом скажу ничего вчера радость длилась недолго снова здорово называется ну че такое давай езжай уже куда-нибудь или уйди с дороги уже минуты три еду ему в попу воткнувшись уйди нафиг правда без поворота ну и едет посреди дороги что за чукча такая мужик блин маски сидит в очках черный солнца нет еще и посмотрел на меня кто его тут обгоняет я на работе вчера немножко не успела закончить тигренка вот такой вот будущий тигренок и потом покажу что получится ольга лисанна принесла свою кабачок который вырастила на подоконнике это вообще-то такое чудо чудесное а ну-ка сейчас фотографии посмотрим ухты помидорки какие вот это вот с вашего а у меня вообще если не заходила от кабачки видишь и растут вообще здорово сегодня сфотографировала специально все классно ну покажете а то есть такие у нас товарищи на работе которые не доверяют что на самом деле это так а у меня вот ваш помидорчик стоит растет но не нет а у меня вот так вот вот так усенький он прям он крепенький он хороший но ни одной даже нету цветочка зато мне огурцы висят вот я вам покажу огурцы потом свои сфотографирую вот я огурцы еще помидоры я понимала что можно вырастить на подоконнике на суп кабачок на подоконнике да все для меня я такой прям большой а это вы просто принесли чтобы показать что существует а то не верят сша и сколько это вот когда вы на работе тогда сажали вот эти вот и вот столько ну долго месяца 2 но я уже сорвала тоже вторая партия но они вот через недельку уже нормально мне бы даже для моих морских свинок не для себя для них вот так вот порастеть я же покупные боюсь давать и знаешь они вот видишь они еще цветут но цветут уже кабачок не пускай лежит где-нибудь я положу сюда придет товарищ хамани вирусе покажем ему я сварила суп с тушенкой гречневый я так люблю мне нравится вообще с гречкой варите первое это вы не варите или анька не варит потому что по-моему анька тоже не варит я что-то я сказала гречневый суп она длина это как это гречневый суп и я знаю что я вообще гречку а вы просто гречку не любите а а вот мне казалось что анютка мне сказала что я что-то по поводу гречневого супа на это я не вот не понимаю суп с огурцами но имею ввиду а это рассолик на солянку а в ресторане мы готовили даже азу по-татарски по-моему называлась картошка мясо соленые огурцы помидоры лучок очень вкусно с соленым огурцами все это перетушивалась ну и вот он тигренок тигреныш готов кстати можно вязать их как и мальчиков так и девочек и в юбочках и в костюмчик ах очень такая неплохая схема вот стоит он за счет хвостика вот так вот вот такой сзади небольшой не маленькие и в принципе эту схему можно рассматривать как схему для нового года вяжется несложно они падаете достаточно легко и я возьму эту схему на заметочку он потому что к новому году буду навязывать в этом году по крайней мере планирую побольше тигрят так как новогодние символы года улетают на ура вчера здесь лежала собака сбитая где светофор заканчивается и справа он даже видно лужа огромная лужа крови бедная собачка но ее сбили вообще насмерть я уже отработала продолжая свой влог и едут маме с папой ну чё за зараза такая давай порычи немножко о я же хочу все проверить и на светофорах рычала сейчас подъехала к дому перестает рычать давай зарычи хорошенько ты я на газ переключусь ну ну никак не хочет привет выплывают рассвесные маленькая маленькая подстрижку подстрижку как тебе хорошо длинная такая дама с амстердама да это можно показывать по телевизору в качестве кого он просто красивый жаль просто человек да что кофе попьем потом будем папу подстригать папу тут уже все намотал накрутил еще не все по пододелал люстры не хватает лампы настольные на улице терной в кум нам подстрижку надо на макария говорила колдуны молятся на солнце и в четыре часа дня будет темно это колдуны бесов собирают до неба они затемняют небо и вот точно как четыре часа так темно я перечипывала кстати в рубежном вторая половина дня это учебный затем учебный затяну тогда у нас иногда бывает и в 11 ночи светлое солнце светит 5 утра такое солнце сейчас такой попью потом что мы будем стричься да это тебе это моя еда твоя еда твоя стихия ну правильно нормально супчик хорошо это уже твоя еда ну это и папе да лена уже не носи йогурт да что ты ну нормально ты же их ешь вот и на пост я хоть в чем-то должна себе тогда не не знаешь как будто бы мясо ешь и и это целыми днями ты тащи когда ты по жизни все во всем отказываешь самый хороший пост не жрать людей так это мои гостинчики то что ж такое тяжелая скумбрия тяжелая эти халва наверно да там так заберем заберем свое заберем сегодня довязала тигренка на работе она покупает у тебя я пока новому году навязываю вот тигра следующий год а я ж не успеваю вот ой какой симпатяга и с хвостиком хвостиком полосатый деда бесподобный они такие наши игрушки их уютные хочется в руки взять подержать поставить куда тут они такие даже сама свои игрушки люблю дома держать это запеканки кусок моей я взяла на работу я не съела может супчику поедет вкусный вкус не могу я не хочу они голодные ну да на работе не ела и не голодные я ела и у меня суп у меня у фрукта запеканку между 2 дня я носу с собой главный звереныш нормально сегодня у них комиссия была от работы но не посылает там какой-то раз какой-то период комиссия результаты присылают на работу то есть все посмотрят надеюсь не забракуют завтра ему к терапевту который вот этот вот врач по легких за этими за направлениями записывались пульмонолог отправил терапевту чтобы терапевт выписал муковские анализы вот мы две недели знали и завтра тут не пройдет да он пока ему пинка не даст никуда не пройдет кстати йогурт тоже сытный у меня йогурт не очень любит а ем чуть-чуть а я поела что-то полюбила я еще не ела у тебя выбора там много небольшого нету что любить для меня вообще не разрешается только врач сказала вы можете однопроцентный брать творог разводить а я поеду два с половиной-три ну если нормально принимать организм принимает молока не разрешают как я вчера сварила на молоке как бы воду сварила половина с водой рисовая каша ой вкусная сегодня меня Федя удивил я никогда тебя не ожидала заходит Миша с Федей я говорю о как хорошо и Федя тут ну придется Федя мне рассказывать про тебя как ты поступил в прошлый раз молчать зашли сюда умеешь рассказать ну что рассказать это было сто пятьдесят лет ну что рассказать это было сто пятьдесят лет тому назад типа типа все забудь бабушка что я натворил ну а потом Мишке рассказала Мишка так спокойно да как правда было сразу было я крыло их типа там и наказала как сигарнула отсюда я не хочу быть я пойду в другую комнату ну и сидят разговаривают я вот так когда-то он мимо меня туда лазит 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 а я на него на меня уже время недолго сидели я уже ты пить меня хочешь он да пронесла ему соку я потом уходить я думаю я не буду его да я говорю ты должен попросить прощения тогда мы с тобой помиримся потому что говорю ты маленький и бабушку по животу больно ударил так нельзя делать ну пошли а ее собирают саливать чтобы не подав на руке папа первым ему подает руку он жмет я вот так стою он не мне протягивает руку ну и я он на цепочках приподнялся и в губы меня поцеловал осознал осознал дошлось он виноват он перебалывался хотя одевал вид что а то мимо лазит и по халату а ты вообще нулево все а я нул но меня это порадовало значит что то это дошло чтоб не порадовало чтоб он чтоб Федя поцеловал это даже резкий случай не обнять он сейчас такой что нет мужики не целуются машина выделывается ничего не помогает ей да ой да ничего не помогло свечи поменяли провода поменяли не помогло водитель у нас на работе купил этот мне поменял холостого хода покажу какое мое было я вчера уже думала еду думаю ну он тоже соображает у него при хладность была во вторых он соображает в машинах думаю ну все все нормально какое нормальное опять ничего не нормальное кора звонит сейчас я покажу как выглядела до и после говори а то забудешь ну какой дом а я у мамы с папой время досмотрел ну привет вам от Коли Лилу привет нормально ты проснулся только что и спрашиваешь дома ей или нет ты че а у папы у мамы а ну это да ну ладно давай через часик примерно давай хорошо я не могу понять ты дома он только проснулся а ты где проснулся тогда она что-то закемарила это уснул вот короче он мне поменял знаешь смотри вот это мое да вот не захлопается это новое я думаю ну все классно значит вот он мне показал причина она не захлопается поэтому ну ничего подобного не оно это было хотя тоже он был неисправным ну вот видишь как он выглядит а должен такой быть а должен такой быть а смотри они нашли эти ребята они нашли ну вот поменял ну ладно хорошо что поменял все равно менять надо потому что ну ну да а теперь я хочу знаешь че хочу я хочу когда-то так будет дрыкаться ну не на святогуре естественно то он вообще мне заглохнет а где-нибудь во дворе или переключить на газ на газ? да газ и посмотреть как она работает будет на газу но на газу у меня что-то тоже мне надо к мастеру там она у меня дергалась я перестала ездить на газу это видимо форсунки у меня же такое было когда-то форсунки менять надо и ну все-таки у меня же газ есть просто может это как-то связано с чем-то с топливной системой если она на газу в тот момент станет работать нормально перестанет может быть может быть с топливом что-то я не знаю как искать на холостом на холостом только и вентилятор сейчас подъехал включается он должен вообще включаться просто так ну если у тебя перегрев нагрелось до такой температуры ну то есть на ходу может нагреваться все равно конечно а я тоже думал вентилятор загревается только если стоишь там на солнышке греет нет ну если едешь погоду просто я не слышу наверное стоянки там а он постоянно это вот на копейках там с лопастями все время крутится а здесь он нагреется вентилятор включится а бывает поедешь к дому он еще работает а я не ухожу я жду пока он выключится потому что он может работать работать заработать если не выключится а ну у меня это сразу замолкает нет у меня бывает что приедешь к дому он крутится я жду пока он расстановится ну это нормально короче вот так вот опять завтра Эдик сегодня выходной завтра придет не знаю что думать он говорит я не знаю ну как бы он не знает но я говорю я смотрю в интернете я уже на станцию не погоню они не знают тоже никто не знает уже год с этой проблемой я уже ну я гоняла на ремонт в то время говорила у меня вот эта проблема гоняла что-то никто ничего не может сделать что-то с инжектором с топливной системой нет а купить новую не реально ну это будем думать но до отпуска ничего не будем думать надо ехать деньги так купятся на машину а инжектор там есть какие-то поломки в инжекторе не знаю надо читать наверное может есть что-то ищут только по электричеству а в топливной системе я вижу не смотрят в топливной никто еще не лазит да я даже читала что там даже вплоть до того что в двигателе то ли прокладка может может такое быть но в интернете тоже столько пишут всякого что прокладка у нас прокладка да да тошло потечет но и прокладками меняли не так давно да нет прокладки не так да м 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